Восточный экономический форум в этом году стал для Сахалина основополагающим в вопросе привлечения инвесторов на острова. 30 соглашений на сумму более 100 миллиардов рублей. Все они направлены на улучшение качества жизни сахалинцев и курильчан. Подписываются соглашения о сотрудничестве между Газпромбанком и правительством Сахалинской области. Подписи на этих документах заверяют, что банк будет участвовать в реализации приоритетных национальных и инвестпроектов, в том числе и кредитовании. Жителям и предприятиям компания будет предоставлять услуги с применением современных технологий и внедрением новых финансовых инструментов. Такая работа позволит сделать регион более привлекательным для инвестиций и создать новые рабочие места. У нас появляется информационный ресурс, который помогает нам развивать территорию. Мы проводим с помощью этого ресурса инвестиционную политику. Мы берем геоинформационную систему, наносим туда объекты инвестиций. Например, технопарки, строительство гостиниц, мощностей по переработке рыбы. Усилится и работа с Росреестром. На островах улучшат эффективность, качество и доступность данных о земле и объектах недвижимости. Это в полной мере позволит реализовать весь туристический потенциал региона. Речь идет об интерактивной карте для инвесторов. В этом проекте будут видны все неиспользованные земли, а также территории, которые уже находятся в собственности. В систему вошьют сведения обо всех инженерных сетях, добавят раздел логистики региона, а также информационную составляющую. Преимущество проекта – это более эффективное расходование бюджетных средств и вовлечение в оборот неиспользованных земельных ресурсов. Росреестр окажет существенную поддержку в реализации этой инициативы. Проект достаточно сложный. Такого проекта еще в новейшей истории России не было. По сути, мы объединяем данные для того, чтобы на основе этих данных оказывать сервисы людям и предприятиям. На карту будут нанесены все инвест-проекты, которые планируется реализовать в островном регионе. Потенциальные резиденты смогут выбрать интересующий лот и в онлайн-режиме подать заявку. Еще важная ветвь в экономике Сахалинской области – рыбная отрасль. Благодаря соглашению с компаниями «Гидрострой» и «Дальневосточным фондом развития» в Корсакове появится рыбный порт с годовым оборотом около миллиона тонн морепродуктов. Такой масштабный проект даст области дополнительные рабочие места и обеспечит налоговые поступления в бюджет. Это станет частью большой работы по развитию Корсаковского порта. Порт Корсаков является воротами Сахалинской области. Это и транспортная безопасность, и продовольственная безопасность по обеспечению всеми необходимыми продуктами питания. Это и развитие рыбного кластера. Поэтому считаем, что в будущих периодах времени данный проект даст новый импульс развитию новых возможностей. В состав логистического распределительного центра войдет рыбоперерабатывающий завод мощностью до 100 тысяч тонн продукции в год, жиромучной завод, холодильники на 10 и 5 тысяч тонн, грузовая контейнерная площадка и административные здания. Вместе с тем Сахалин развивает водородную энергетику с низким или нулевым углеродным следом. Проекты, которые реализуют на островах, нашли отражение в утвержденной правительством России концепции создания восточного кластера. Для нас водород – это не только энергетический переход, это еще и диверсификация экономики, потому что газ, нефть – это не просто там скоро закончится, просто никто покупать не будет без налога. А потом и будут, собственно говоря, приобретать те виды энергетики, которые имеют минимальный углеродный след, потому что это будет связано с ценой на товар. Шаги в этом направлении уже видны. Подписано соглашение с Росатомом по строительству на Сахалине завода по крупнотоннажному производству водорода. Росатом ориентирован на развитие низкоуглеродных технологий и принимает активное участие в становлении рынка водородной энергетики в России. Применение водорода в таких секторах, как транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, позволит значительно сократить вредные выбросы в атмосферу и перейти на экологически чистые методы производства. Убежден, участие «Газпрома» и всесторонние меры поддержки со стороны правительства Сахалинской области позволят нам уже в обозримой перспективе успешно реализовать этот амбициозный проект. Заключен меморандум с Митсбиси Корпорейшн о разработке технологий по утилизации и переработке СО2 в рамках все того же водородного кластера. В планах работа с «Газпромом» для выделения метана в качестве ресурсной базы для реализации первого этапа проекта по производству 30 тысяч тонн водорода в год. Все это создаст на островах чистую экологию и приведет к углеродной нейтральности. Для некоторых кажется, что это волшебное явление, а на самом деле очень практическое и понятное. Потому что сейчас энергетический переход. В свое время на Сахалине было сделано первое производство сожиженного газа. Это было более 20 лет тому назад. И сейчас наступает время, когда можно закладывать новый уклад энергетики. Поэтому мы выделили из своего баланса 200 миллионов кубометров газа. И, собственно говоря, об этом принципиально договорились. И это даст возможность уже в 2024-2025 годах произвести 30 тысяч тонн водорода. Перейти на чистую энергетику поможет и соглашение с Восточной горнорудной компанией и корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики по строительству ветропарка. Проект реализуют в Углегорском районе. Мы являемся достаточно большим потребителем электроэнергии. Будем увеличивать долю электроэнергии, уменьшать долю дизельного топлива при работе нашего предприятия. Поэтому мы решили, что было бы неплохо ту электроэнергию, которую мы будем потреблять, вырабатывать ее, возобновляем из возобновляемых источников. Общая установленная мощность ветровой электростанции составит порядка 67 мегаватт. 16 ветротурбин, расположенных на участках со сложным рельефом и высоким ветропотенциалом, запустят в работу до конца 2024 года. Проект обойдется в 8,5 миллиардов рублей. Энергия от него также будет использоваться для угледобычи. На сегодняшний день Сахалинская область является пилотным регионом, которая должна достичь к 2025 году углеродной нейтральности. И создание альтернативной энергетики – это один из факторов успешной реализации данного направления. На Сахалине шаги к углеродной нейтральности делают уже два года. Одно из решений – полный переход островов на газ. И это касается не только транспорта. Сегодня частный сектор подключают к голубому топливу, что позволяет отказаться от угля. Углем, конечно, проблематично. Это нужно каждый день забрасывать уголь, следить, чтобы он в котле не погас, ухаживать за котлом, чистить его. И, естественно, от него пыль в доме. А газ, конечно, это будет чистенько. Кнопочку нажали, покрутили, температуру выставили, и все будет хорошо. Программу газификации области инициировал губернатор. Валерий Лимаренко держит на личном контроле процесс и сроки перехода на природный продукт. Сегодня только в Южно-Сахалинский на газ переводят частный сектор Владимировки, Березняков, а также южную часть города, улицу Авиационную и дома в районе Большой Елани и Федоровки. Мы сейчас будем заниматься догазификацией. Догазификация – это бесплатное подведение до границ земельного участка газопроводов, водов. Догазификация будет проходить во всех районах, где есть сетевой газ. То есть на сегодняшний день в Сахалинской области – это Южно-Сахалинск, Ноглики и Тымовская. Для островной столицы с опережением графика строят газопровод «Восточный» протяженностью почти полтора километра, который свяжет ГРС «Южная» с ГРС «Дальняя». Всего в ближайшие годы планируют подключить к газопроводу свыше 5000 домовладений. Еще один немаловажный вопрос – транспортная доступность. Все с тем же «Газпромом» в Сахалинской области ведет переговоры о переработке в регионе газового конденсата. Это позволит производить авиационный керосин. Завод сможет перерабатывать до 4,5 миллионов тонн продукта. Благодаря полученному керосину островная авиация станет конкурентоспособной, а цена на топливо значительно снизится. При этом появится и возможность производить собственные ресурсы, на которые сегодня тратятся колоссальные средства. Если будем производить керосин авиационный, то будет возможность производить и бензин, и дизельное топливо на современном заводе, высокоэффективном. И тогда можно будет решить вопрос о том, чтобы топливо автомобильное было нашим, а значит существенно дешевле, чем то, которое мы сейчас довозим сюда и тратим огромные ресурсы. Принципиально решена будет транспортная доступность и благодаря строительству моста на материк. Эту идею поддержало федеральное ведомство. Сегодня в этом направлении проектные работы ведет российская железная дорога. В целом такой шаг станет важным в освоении Дальнего Востока. Важным элементом в транспортной сфере для Сахалина станет и водород. На островах планируют запустить пилотный проект – железнодорожные поезда на самом легком газе. Благодаря этому удастся свести к нулю вредные выбросы в атмосферу. Для региона же использование водорода означает увеличение налоговых поступлений, сохранение экологии, создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест. В островном регионе планируется ввести квотирование парниковых выбросов для предприятий и запустить систему углеродной торговли. Также будут проводиться сделки по продаже результатов климатических проектов, которые дают возможность компенсировать выбросы предприятий и таким образом снижать углеродный след продукции вплоть до ноля.